Всем привет! Это снова я. Снова наша рубрика «Говорящие руки». И в этот раз я вам хочу рассказать, как я готовлю шпроты из морской малоротой корюшки. Эта корюшка у нас ловится повсеместно и как ее только не заготавливают. Вот это такой один не очень распространенный, но вполне наглядный способ. Предупреждаю сразу, он немного отличен от каких-то классических рецептов приготовления шпрот, которые вы могли видеть на том же ютубе. Это как бы мой уже такой выстраданный способ готовки шпрот. Он начинается прежде всего с разделки рыбы. То есть кто готовит шпроты с головами, но я к ним не отношусь. Я рыбу всегда разделываю. Здесь очень важно, как это сделать. Берется рыбка, кладется на брюшко и ножом сверху надрезается спинка. И я вот чувствую, я сейчас перерезаю и хребетик. Оп, хребетик перерезан. В этот момент я прекращаю резать и просто поднимаю тушку вверх. Таким образом, я не перерезаю кишки. И кишки вот они. Они все вынулись из тушки. В тушке внутри осталось только икра, молоко, ну и вот этот вот сгусток, вот эта почка вдоль хребта. Все. Рыбку можно считать разделанной. Закрепим материал. Вот. Надрезаем. Оп. Прорезали хребет. И просто поднимаем вверх рыбку. Все. Кишки полностью здесь. А вот здесь, вот видите, вот желтенькая. Это икорка. Ну, кто я такой, чтобы из корюшки вырезать икру. Ну, и еще разок. Оп. Все. Готово. Рыба почищена. Теперь ее нужно слегка присолить. Пожалуй, еще. Солите так, чтобы вам на вкус было солоновато, но не чересчур. То есть исключительно все на вкус. Как следует перемешивайте рыбу с солью. И в таком состоянии ей нужно дать постоять порядка 10 минут. Оставим ее вот в покое. Пусть постоит. Обстановочка немножко сменилась. Я приволок вот такую вот решеточку. Не удивляйтесь, что она такого странного вида. Это решетка от коптильны. Я сейчас буду выкладывать вот сюда корюшку с целью, чтобы она подсохла, немножко подвялилась. И потом сразу на этой решетке отправлю рыбу в коптильню. Просто я вот сейчас уже подсоленную рыбку вот так вот разложу на решетке. Потом рыба отправится на подоконник, на солнце. Там на солнце она подвялится. И когда она будет уже такой, ну не прям там сухой, а такой сухонькой слегка, она пойдет в коптилку. Рыбка уложена на решетку. Она вот будет сейчас стекать на этот поднос, а когда будет стоять на солнце на подоконнике, еще и подвялиться. А вот это осталась рыба на вторую загрузку решетки. Поехали! У вас сейчас, наверное, будут два вопроса. Что это шумит и что это за страшная коробка? Шумит вытяжка, чтобы не пахло дымом. А страшная коробка это коптильня горячего копчения. Вот видите, с нее уже подпросачивается дымок. Ну-ка. Да, там все в разгаре. Рыба немножко подвялилась на подоконнике. На все ушло где-то около часа. После этого я ее просто вот на решеточке принес и опустил в коптильню и поставил на огонь. Здесь, тут уже каждый сам для себя решает, сколько он будет коптить. Кто-то любит прям сильно закопченные, как в банке. Кто-то любит слегка-слегка. Я люблю, ну, нечто среднее, чтобы вот чуть-чуть зазолотилось, чуть-чуть цвета приняла. На то, чтобы рыба приняла цвет, ну, достаточно где-то, ну, 6 минут. Может, там иногда 8-9 минут. Если больше, рыба уже прям становится конкретно копченой. Поэтому пусть каждый сам по вкусу решит, что ему приятно. И вот так вот иногда поднимать и проверять, что же там происходит. Рыба уже потихонечку начинает подкрашиваться. Ну, смотрите, какая красота. Я не могу не похвастаться. К слову, коптил на яблони. Все магазины на лопате, где продается щепа. Поэтому пришлось вот у нормальной яблони просто пообломать палочек сухих и на них коптить. Держал как раз вот около 6-7 минут. И, честно говорю, обычно я все-таки до такого сильно золотистого цвета, как я считаю, я не довожу. Я делаю чуть-чуть послабже. Теперь последний такой вот этап. Он самый простой, доступный. Берется растительное масло. Вот у меня вот подсолнечное, рафинированное. О, кстати, вот жуликоватая оказалась Семеновна. В масле не 1 литр в бутылке, а 900 миллилитров. Вот такая вот ерунда. На всем уже экономим. Льем масло в емкость. Мы не Семеновна, жалеть не станем. Льем прям хорошечно, чтобы было. Кладем туда на дно. Буквально вот совсем чуть-чуть. Один. Два. Три листика лаврушки. И сверху, тоже вот буквально для запаха, черным перцем и кориандром. Кориандра можно побольше, чем черного перца. И просто аккуратненько выкладываем рыбку в масло. Как видите, когда вот уложил рыбу, стало видно, что масла не хватает все равно. То есть, все равно я как Семеновна, пожалел немножко. Поэтому спокойненько сверху вот так вот доливаем. Прям так особенно стремиться, чтобы все было прям покрыто маслом на все сто. Может, конечно, и не стоит пушать. Так или иначе будут торчать кончики плавничков какие-то. Это вот маленькие какие-то части, которые выпирают кверху. Это не страшно. Это никак не влияет на конечный продукт. А, да, вот, кстати, вот видите. Вот при копчении случаются и вот такие вот штуки. Вот так вот пригорело. Но, скажу честно, меня это совершенно не парит. Ну, пригорело и пригорело. Это тоже пойдет в еду и все будет съедено. Ничего страшного. Только аромату добавит. Все. Эта емкость готова к отправке в духовку. Отправляем все в духовку. Я обычно выставляю температуру 180 и выставляю таймер на 40 минут. После 40 минут я убавляю температуру на 110 и готовлю еще 2 часа. То есть, таким образом, 2 часа 40 минут и продукт готов. Вот перед вами результат. Собственно, почти 3 часов в духовке. Вот такая вот рыбка. Я не считаю эту рыбу консервом. То есть, я ее приготовил так и она должна съесться в течение 2-3 дней. Я ее не храню сколько-нибудь долго. Поэтому, я ее вот раскладываю под таким небольшим контейнером. И так вот, заливаю вот этим маслом и так храним. Очень, поверьте, просто и удобно. Если попадается такая вот большая рыба, то, поверьте, ничего страшного. Ее можно просто свернуть в 3 по гибели, сломать там нормально. Все хорошо. Давайте попробуем, что получилось. Мне особенно интересно. Не всегда получается пропечь хребет. То есть, бывает он за это же время пропекается прям очень хорошо. А бывает так еще. Не очень. Мне сейчас интересно, что получилось. Хребет растворился почти в ничто. Рыба просто тает во рту. И еще очень приятно то, что я угадал с солью. Получилось правильно вот какой-то баланс с солевой найти. Очень удачные шпроты получились. Прямо. Скажу так, у меня не всегда получается сделать очень удачные шпроты. Там бывает что-то не доложишь. Там передержишь, не додержишь. Еще какие-то обстоятельства. А тут прям удалось все до последнего. Повторюсь, эти шпроты это не попытка сделать такие же, как в магазине. Это всего лишь я показываю, как я делаю шпроты по-моему. Шпроты по-своему. Это какой-то обобщенный мой опыт за все это время моих личных шпрот. Может, кому-то не понравится. Но я надеюсь, если я кого-то угощу, понравится обязательно. Ну что же. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова